Всем привет, дорогие друзья! Я нахожусь в районе Тосмур, около магазина Мигрос. За мной находится отель Diamond Hill Resort & Spa. И я нахожусь вот на таком вот шумном перекрестке, где очень много машин соединяются разные дороги. Эта дорога идет в центр Алани, а это большая дорога, объездная дорога для грузовиков и трейлеров, которым запрещено заезжать в центр Алани. Зачем я сюда приехала? А приехала я на встречу со своей подписчицей из YouTube, Зульфиёй. Кстати, мне не очень нравится называть подписчик, подписчица, даже скорее со своей знакомой из YouTube, с помощью которого, с помощью моего канала мы познакомились. И вот Зульфия вместе со своей семьей приехала в Алань и будут здесь отдыхать. Остановились они в Тосмуре и мы решили встретиться, прогуляться, поболтать. Ну, в общем, приглашаем вас вместе с нами. Как вы знаете, помимо магазинов Шок и Бим, конечно же, в Аланье есть магазины Мигрос. И вот здесь вот они установили даже такие интересные мусорки для сортировки мусора. Вот вы видите пластик, бумага, органический мусор. И, конечно же, в Аланье вы всегда видите вот такие вот будочки, где каждый день можно купить свежие семиты, булочки. Можно купить семиты с сыром и так далее. Сейчас, конечно же, никого нет, но вот такие вот булочки можно приобрести. Я думаю, что с Зульфией мы пойдем, ее семьей мы пойдем в пекарню, попьем там чай и покушаем всяких вкусностей. Ну, а сейчас я их жду. Здравствуйте, подписчики канала Анастасии. Кстати, перебью, когда стояла около Мигроса, вас ждала, вот как раз про подписчиков и говорила. Как-то так не очень, да, подписчики говорить, мне кажется. Друзья. Я выбрала, знаете, какое слово? Друзья. Знакомые с канала. Да. Знакомые. Знакомые с канала Анастасии. Здравствуйте. Вот мы наконец-то с Настей встретились в Аланье. Приехали вчера. Да, приехали вчера. Откуда вы приехали? Мы приехали из Астрахани. Ага. А я думала, Астрахани это Татарстан? Нет. А я почему-то думала, что из Татарстана. Это где Волга впадает в Каспийское море. Арбузы. Это Россия. Арбузы поменяли. Я не знаю. Средиземное море называется Ак-Денис, Белое море. Да. Я спросила вчера, трансфер у нас был с аэропорта, я спросила, почему Белое море? Мальчик такой приветливый, Пегас, Мурат его зовут, Пегас туристик. Он говорит, что Белое море, потому что спускается туман утром. Угу. Ну, как-то я не поняла, думаю, на других морях нет что ли тумана. Короче говоря, вчера... Может здесь очень сильно влажно, сильно. В общем, короче говоря, мы вчера легли спать. Сегодня в 6 утра я проснулась, открываю, а у нас море. И такой, как туман густой. Наташа, вставай, пойдем на море. Наташа такая... Ну, в 7 утра мы пошли реально на море. Семи не было. И как вода? Семи не было. Лифт с 8 часов работает, все калитки закрыты. Мы пошли в обход, Наталья плавала. И потом постепенно этот туман рассеялся. Ага. Через часок. И все, и ясный день. Вот, друзья, поэтому называется это Агденис. Как вам погода в сентябре, кстати? Погода классная. И мы думаем, что те, кто едут сюда в июле, они сумасшедшие. Точно. Потому что... Вода теплая? Теплая. Очень теплая. Вода теплая, да. Вот мы сейчас гуляем на реке Тим-Чай. Непосредственно в том месте, где... Это сапли, что ли, смотри. Или кто это там? Лебеди. Сейчас на той стороне посмотрим. Непосредственно где река впадает... В море. В море. Но не Голубов Каспийское, а Тим-Чай впадает в Средиземное море. В Агденис. Сейчас мы посмотрим, как это происходит. Мы пришли на мост. Здесь такое движение, я не знаю, ничего не слышно будет. Здесь река Дым-Чай, которая идет вот прямо отсюда в гор. Она впадает в море. И здесь тоже можно купаться. Вот где река впадает в море, вода очень прохладная. А дальше вода естественно распределяется и море, вода уже теплая. И вот такой вот закатный. Ну еще не совсем, но закатный. Ой, какой закат. Какие погоды стоят. Улыбайтесь. Вот мы опять гуляем. Да, расскажите ваше впечатление. Где были? Ну хотя вы только вчера приехали. Мы только вчера приехали. Еще сутки даже не прошли, как мы приехали. Но мы где были? Мы были в отеле. Познакомились с отелем. Мы сходили в отеле в хамам. Если кто приедет. Очень хороший хамам вот здесь в Даймонд Хилл. Нам понравился Али. Получается 20 долларов у него хамам. Массаж входит? Массаж, ну короче, плюс массаж получается 35. С массажем 35 долларов на человека. Ну нормально, не супер дешево конечно. Ну, чаек попили. Ой, кстати, перебрать я попробовал чаек с яблочным. Ой, яблочный я люблю, да. Хотя он конечно химия еще там. Но с концентратом они делают. Яблочный чаек. Ну конечно он нам предложил массаж. Мы от массажа отказались. Так и не отходим от темы, где были дары еще. Вот рассказываю. Потом мы встретились с гидом с отельным. Ага. От Пегас туристика. Она нам водную такую дала. Да. И мы сижу. Как расскажите. Кстати, многие говорят, что гиды запугивают. Говорят, если вы выйдете на улицу там страшно. Ни в коем случае. Гид не запугивает. Ну как, Наташа, ну какое впечатление она на тебя произвела? Человека не на своем месте. Да. Человека не на своем месте. Ага. То есть они должны продавать продукты же туристические. Ну да, да. Она как-то это пробует. Не хотят. Не умела она это делать. Хотя, но не умела. У нее не получается. Она злится. Например, я сказала, вот мы не можем. Мы едем в Стамбул. А за сколько вы билеты купили? За столько-то. Вот у нас бы вы съездили до сто девяносто семь долларов. Ну короче говоря, вот таким макаром. Ну да, у них всегда дешевле. Потом они, она когда начала предлагать экскурсию нам вот здесь вот эту. Кековой. Демре. Демре. Ага. Я говорю, мы на этот день заняты. Мы встречаемся. Я грубо говоря, познакомилась по интернету. Ну как бы рассказала. Говорю, пойдем. Поедем. Я сказала, найдем чай. Ага. Найдем чай. Вы в кафе заплатите 50 долларов. За что? За чай. Наверное. Не знали. Потому что я не стала усугублять. Ну понятно. Я говорю, ну посмотрим. Вы ей просто объясните, что как бы сейчас-то ресурсы для всех открыты. Как бы мы-то в ценах тоже ориентируемся. Если раньше туристы не могли ни блоги почитать, да? Ничего. А сейчас-то все есть. Ну а что я ей буду тут объяснять? Как говорится. Может быть она из-за этого и злится, что информация есть и им ничего не может продать. Да, да, да. Но тем не менее, знаешь, этих хамамов дофига я думаю здесь, да? Но Алиша нам продала за 35 долларов. Ну это нормальная цена. Так, а завтра вы... Подарила нам крем еще. А завтра вы собираетесь куда? А завтра, иншалла Рахман, мы поедем в Стамбул. Как вы так рискнули? Ой, не знаю, как мы рискнули. Очень захотелось посмотреть Стамбул. От жадности, наверное. Нет, в Стамбул я, наверное, втайне хотела, но Наташа... Хотела больше. В Стамбул не подсказала. А может, в Стамбул я начала лопатить интернет. Цены я поняла, что даже смысл не в ценах. Цена это один аспект. Смысл в том, что любой туроператор, Пегас, Туристик, Коралл, они возят из Анталии. Угу. Из Анталии? До Анталии надо добраться. Нет, из Алании есть тур. Он стоит на один день 300 долларов на человека. Из Газипаши? Да. Но она нам сказала, что из Анталии возят они. Нет, есть, есть, есть. Ну были, по крайней мере. Сейчас не знаю, но... 300 долларов на человека это сколько? Но были. Тысяча лир. 18 тысяч? Да. 18 тысяч. Но это дорого. Это очень дорого. Без значок. Да. Ну пусть даже если мы на двоих туда обратно купили авиа. Кстати, вот хочу рекламировать. Нельзя, наверное, рекламировать. Да, но тем не менее. Мы купили у Пегасуса. У Пегасуса мы тоже всегда летаем. Сами купили через интернет. Да. Посмотрим мы, сколько у нас займет денег дорога. И покушать. Потом попозже я где-нибудь отражу эти цифры. На Настином канале мы это все опубликуем. Думаю, все равно. Но меня остановило то, что вот я еще раз вернусь к этому, что вылет из Анталии. То есть люди встают 3 часа ночи, 3 часа ночи и возвращаются около 2 ночи, сутки. Это что удовольствие? Нет. У нас, конечно, не так будет. Ну, все же напряженно. Но вы сами в своем темпе. Да, напряженно. Но мне все равно не так. Здесь Паша, сколько ты сказала, 30 минут ехать. Ну да. Так, у меня устала рука. Мы идем пить чай и там продолжим наши беседы. Друзья, мы уже посидели в кафешке. Попили чай. Какой турецкий чай, кстати. А, кстати, татары также пьют из таких маленьких? Нет, не из армудов. А какие у вас стаканчики? Обычные чашки. Обычные чашки. В общем, мы попили в кафешке чай и пришли в магазин. Расскажите, что вы с собой заберете из Турции? Ну вот из Турции обязательно я хочу взять турецкий кофе. Потому что люблю варить кофе. Молотый, да, который? Молотый, да. Вот так вот он выглядит. Вот мы зашли в магазин BIM в Тосморе, да, рядом с нашим магазином. Ну они все идентичные, да. Он стоит 2,45. А нас сегодня возил Пегас в магазин. Как? Мы не будем рекламировать этот магазин. Четыре с лишним он там стоил. Точно такой же кофе? Точно такой же кофе. А, поэтому еще один совет, если хотите купить какие-то продукты, ну простые, да? Да, кофе. Заходите в сетевые магазины. В сетевые магазины здесь найдете все. Просто мы договорились, что мы ничего не будем покупать. Просто поехали, потому что трансфер был бесплатным. Посмотреть. На разведку. Но хотя люди, люди покупают. Люди покупают. Вот сегодня мальчик, я спросила, он из Москвы. Он накупил вот этих кофе, чемодан себе купил. Почему он оставил там 100 долларов? 100 долларов он оставил. 350 долларов. Ну, нормально. Ну, хоть, пускай хоть заработают чуть-чуть. Тоже же, не все же в сетевых магазинах-то покупать. Не все. Ну, каждому свое. Я всегда говорю, где ты тебя режешь, где ты находишь. Завтра вы поедете в Стамбул, потом расскажете. Да, да, да. Какие там цены, что мы там увидели. Ну, мы предполагаем, мы уже там программу разработали. Туры. Ну, вот на обе тогда и расскажешь. Да, да, да. Я посмотрела подlove. 작업. Турung. Вост if твою частьик. Ничего здорово. Пуще optimum.